Порядка 40 коммерческих договоров стоимостью больше 4 триллионов 300 миллиардов тенге. Это итог четырех дней встреч и переговоров в режиме нон-стоп от президента Нурсултана Назарбаева в Поднебесной. За плотным графиком и серьезной повесткой дня на самом высоком уровне живые инвестиции и реальные проекты, которые принесут Казахстану дивиденды. В каких секторах экономики инвестиционный плюс получит Казахстан после государственного визита президента Нурсултана Назарбаева в Китай? Будет ли взаимная торговля стран-участниц ШОС ввестись в национальных валютах? Что известно о строительстве четвертого МПЗ в нашей стране? Об этом и не только вы узнаете в эфире телеканала Хабар 24. Каждую неделю знающие люди на доступном языке и на конкретных примерах будут раскрывать нюансы интересующих тем в программе финансы. Это их 18-я по счету встреча за последние 6 лет. То есть практически каждые 4 месяца лидеры Казахстана и Китая ведут тет-а-тет-переговоры, укрепляя взаимоотношения двух государств. С 2012 года официальные Астана и Пекин подписали 127 двусторонних договоров, в том числе и коммерческие, на сумму порядка 67 миллиардов долларов. Цифры говорят сами за себя. Китай занимает четвертое место по объему инвестиций в нашу экономику. При этом Казахстан был и остается стратегическим партнером для КНР. Это тот случай, когда географическое соседство приносит взаимную пользу как в этой, так и по ту сторону границы. Объем взаимной торговли за прошлый год достиг почти 11 миллиардов долларов. Правда, по китайскому статистике 18 миллиардов. Все равно хорошо, любая цифра. Потому что это рост выше, чем 30%. У нас есть еще дальше двухсторонний потенциал. По нашим сотрудничествам в первом квартале только товарооборот составил 2,5 миллиарда, вырос на 17%. И соглашения, которые Китай подписал с Евразийским экономическим союзом, дают большие возможности. К слову, глава нашего государства прибыл в Поднебесную по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня. Впрочем, уже не просто в обязательном порядке, а скорее по традиции, президент Казахстана провел встречу с бизнес-элитой Китая. За столом делового совета собрались сразу три сотни глав крупнейших корпораций и руководителей государственных органов. Тон этой встречи задавал сам президент. Среди наших крупных партнеров CNPC, CJNPC, Citigroup, Costco, Shipping и многие другие, я знаю, что многие присутствуют здесь, имеют отношение к Казахстану. Также у нас успешно работает три китайских коммерческих банка. Алтынбанк, Банк Китая в Казахстане, Торгово-промышленный банк Китая. Кроме того, в рамках сотрудничества в области индустриализации инвестиций мы ранее договаривались с руководством страны, сформировали перечень 51 проект на общую сумму 28 миллиардов долларов. Как отметил глава государства, из 51 объекта 4 уже введены в эксплуатацию. 6 объектов начнут действовать уже в этом году. 11 находятся в работе. Вот еще 18 предприятий запланирован в 2019 году. Оставшиеся объекты тоже нужно реализовать. Важно отметить, что речь идет не только про строительство заводов на территории Казахстана и ввозе. Товаров из Китая нет. Акценты серьезно сместились. Сейчас Пекин заинтересован в импорте казахстанской продукции. Китай сегодня самый большой рынок по производству, как производитель металлургической продукции, так и потребитель. И сегодня мы с ними подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по продаже сплава казахстанских на китайском рынке. Суммарный объем – это более 100 миллионов долларов ежегодно. Очевидно, будут увеличиваться и объемы экспорта сельскохозяйственных продуктов из Казахстана. Партнеры из Китая откровенно говорят, что ждут наших поставок, так как их внутренний рынок очень нуждается в натуральных продуктах. Как раз сейчас отечественная АПК реформируется с главной целью – увеличить переработку и производство сельхозтоваров в 2,5 раза. Особо меня радует, что сельскохозяйственный рынок открывается сейчас в Китае. Раньше они сами себе обеспечили и даже выставляли на внешний рынок сельхозтовары, особенно пшеницы, сейчас заинтересованность есть. Сегодня подписали не только растительные масла, но и пшеница, но и мясо, но и птица. Все это пойдет, означает, что есть рынок для наших сельхозтоваров, наши сельскохозяйственные фермеры будут работать, производить продукцию, продавать, получать деньги. Помимо этого, капитал и технологии из Поднебесной пойдут в наш автопром. Крупнейшая компания из КНР, China General Technology Group, ускоряет процессы сотрудничества с коллегами из Allure Auto. Производство автомашин дойдет до 100 тысяч штук. Это еще не все. А я вот уговорил, чтобы все запасные части у нас производились, блоки у нас производились. Это значит локализация, то есть все это будет производить на наших предприятиях. Они будут там создавать машиностроение для этого и даст работу многим предприятиям, многим рабочим. Еще одна важная ремарка. В ходе государственного визита президент Казахстана участвовал не только во встречах в Пекине, но и отправился в китайский город Циндао, где принял участие в заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран обсуждали вопросы, которые лежат не только в политической плоскости, но и в экономической, в частности, взаимную торговлю в нацвалютах. Давно поднимаемый вопрос. Торговля между Россией и Китаем в прошлом году достигла 80 миллиардов американских долларов. Американский доллар, он тоже капризный, как вам известно. Поэтому вот этот вопрос не только наш, это вот весь Центральный Азербайджанский регион и Россия ведет эту работу, но это непростая работа. Значит, они у нас за ТНГ покупают, у них за Иване. Это надо создать базу этих средств. Банки должны иметь такие деньги, депозиты какие-то надо иметь. Перспектива очень хорошая, над этим надо работать. Я поддерживаю такую линию. Поручение мы дали. В общем-то, никто не возражает из членов ШОС. Это должны банки, финансисты сесть, поработать, внести нам предложение. Итоги визита глава государства подводил на пресс-конференции перед журналистами. Наша задача построить вторую альтернативную экономику, независимую от сырьевых ресурсов. Вот нефть, газ, упала цена до 30 долларов, и мы оставились на бабах. И на металл тоже упали цены на все виды трудных. Поэтому нам надеяться на эти вот наши ресурсы, недор, нельзя. Поэтому надо очень серьезно думать, как дальше двигаться и на чем нам добиваться успеха, на чем будет экономика растения. Диверсификация экономики – процесс не одного дня. Чтобы перестать зависеть от сырьевого экспорта и импорта, нужно в первую очередь обеспечить внутренний рынок Казахстана нужным объемом топлива. И для этого Астана и Пекин договорились о строительстве четвертого нефтеперерабатывающего завода. Стоимость проекта – 2 миллиарда тенге. Инвестирование в новое МПЗ будет паритетным, то есть по одному миллиарду с каждой стороны. Это была программа «Финансы» на канале Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова